30 лет на сцене, сотни ролей в театре, десятки в кино, которое так поздно ворвалось в ее жизнь, но это не помешало нашей героине создать образы, которые до сих пор любимы миллионами. Ольга Прокофьева круглая отличница и действительно это так ведущая актриса театра Маяковского отмечает юбилей. Подхожу к своим датам с очень хорошим настроением, с годами оно все у меня улучшается. Действительно пролетело пять лет очень быстро и даже в театре меня администрация спросила, может быть, как-то отметить, мне сказала, давайте чуть-чуть подождем, потому что, казалось, только-только отпраздновали круглый юбилей. Как Марк Анатольевич вспоминал, когда хотел поздравлять Пельцер, что устроить, она говорила, дайте лучшую роль. Вот так что, если бы меня спросили, какой подарок, я сказала бы, дайте лучшую роль. Поэтому, конечно же, сделаны работы, на мой взгляд, мне кажется, очень для меня знаковые, интересные. Они отмечены были и московским комсомольцем. И вот я, такой мне подарок в эти пять лет, Леонид Саляне Фимчим Хефицем, я сделала две премьеры. И какие-то киноработы были менее удачные, может быть, что-то получше. И вообще как-то были симпатичные пять лет в личной жизни, в семейной нашей жизни, нашей семьи. Какие-то хорошие были перемены. Племянница поступила в институт, еще что-то. Поэтому как-то все бурно, но так оглядываясь, достаточно все позитивно. Муж моей жены, все мои сыновья, синтезатор любви, блондинка. Перечислять спектакли можно долго, но, как признается актриса, одна из самых ярких и значимых для нее ролей – это роль Марии Александровой Маскалевой в постановке «Дядюшкин сон». Премьера этого спектакля с блеском прошла на сцене родного театра ровно пять лет назад. Хорошие годы. Вообще все, как сказать, хочу воспринимать в позитиве. Всегда трудилась в театре, всегда была занята. Какие-то работы не выходили. Да, есть такие проекты, которые не доходят до финиша своего, хотя можно потратить на него год, год репетиций, но проект как бы не выходит. Поэтому очень жалеешь о таких, конечно, проектах. Но, конечно, большинство заканчивалось все премьерой, и всегда очень это было радостно. Ну, пожалуй, из театральных работ – это, конечно, еще, как я говорю, брать лопату, еще и копать, и копать, искать глубины этой женщины. Это, конечно, дядюшкин сон Мария Санна Маскалева. Это действительно написано Достоевскому, какая-то великая женщина. Вот если бы, как сказать, как она написана, так прожить целый день, мне кажется, что это вот невозможность, физических сил не хватит, как он написал. Поэтому, конечно, вот с таким тонким умом, с такой какой-то своей очень глубинным все равно ощущением этой жизни мне нравится эта женщина, и с таким желанием все-таки, с такой любовью к своей дочери, и сделать ее счастливой, и действительно за это готова все отдать, это, конечно, очень интересно. Редактор субтитров А.Семкин Играть сильных женщин нашей героине приходится часто разбирать сложные образы. Не просто, но тем интереснее работать над таким материалом, который заставляет совершенно иначе мыслить и чувствовать. Ольга Прокофьева мечтает о новых ролях, и не только на сцене театра, но и в кино. Очень нравится все, что связано с нашей историей, с зарубежной историей. Какую-то вот личность сыграть женщину, которая жила на этой земле, которая ходила по этой земле, и вот хотелось бы, может быть, ее сыграть как-то вот какую-то умную, очень достаточно, наверное, воспитанную женщину, которая хорошо разговаривает на русском языке. Настолько примитивно иногда пишут сценаристы, что все какие-то наши российские люди кажутся очень недалекими, потому что так очень написано примитивно, и кажется, что словарный запас какой-то, я не знаю, слов 300, больше у человека слов нет. Жалко, что кино ворвалось попозже в мою жизнь, но тогда были 90-е, когда, к сожалению, весь наш кинематограф был в таком очень сильном упадке, и снималось очень мало картин. Может быть, хотелось, чтобы кино в моей жизни было пораньше, но ничего сейчас есть, и я всем довольна, конечно, в кино я жду каких-то более каких-то значимых проектов, может быть, какая-то более глубокая драматургия, сценарий какой-то очень, какой-то безумно талантливый. Но, надеюсь, они будут. Сильно не загадываем в театре. Мы, конечно, художественному руководителю что-то предлагаем сами, Миндагусу Карбаускису, но он почему-то очень сам, по-моему, точно знает, что он хочет, как бы театр, чтобы развивался. Он за эксперимент, у нас много спектаклей таких экспериментальных, но все равно для большой сцены он все равно привечает все-таки классику хорошую и что-то такое сочиненное, очень интересное. Поэтому сильно не загадываю, но в антрепризе могу себе позволить выбрать то, что очень нравится, и что-то играть. Поэтому сейчас есть задумки, но они пока только в проекте. Сегодня Ольга Прокофьева много гастролирует, снимается в кино, играет в антрепризе. Рабочий график актрисы расписан буквально до секунды. А когда появляется свободная минутка, она отправляется в свой загородный дом и обязательно заезжает в родной и любимый город Одинцово. Ведь именно здесь прошло детство нашей героини, и именно здесь она сделала свои первые шаги на сцене. Я езжу в свой загородный дом, где живет у меня мама, через Одинцово. Ну, дом тоже в Одинцовском районе. И я специально придумываю все маршруты, обязательно какие-то улицы проехать, или школьные свои, или же еще как-то. Вот сейчас люблю больше поминки поворачивать. И вот по этому мосту, который новый, спускаться, значит, вот на нашу площадь, где вот Вечный Огонь рядом, где кинотеатр «Юность». То есть вот для меня мост, это тоже я его абсолютно проехала по нему. Кто-то по Крыпскому, я по Одинцовскому. Я люблю маршруты какие-то себе прокладывать, чтобы обязательно на город посмотреть и где-то вот действительно что-то заметить новенькое. Замечательный наш город, очень хороший. И безумно хочу, чтобы быстрее в нашем городе Одинцово, в моем любимом, родном, был какой-то культурный центр, где можно было бы приезжать со спектаклями, с творческими встречами, потому что в прошлом году, когда был юбилей города, я была в администрации, и об этом говорили. Я знаю, что уже дом офицеров закрыли, и очень серьезно думают, как, ну, скорее всего, это будет не ремонт его, а, скорее всего, что-то придется строить новое. Но городу обязательно это очень нужно, потому что очень хочется именно туда приезжать с какими-то своими новыми театральными проектами. В Одинцово в «Девочке Оли» разглядели актерский потенциал Наталья Валерьевна Примак сыграла в этом не последнюю роль. Ведь именно к ней в театральную студию пришла заниматься наша героиня. Это была судьбоносная встреча, которая навсегда изменила ее жизнь. И, конечно же, стараюсь каждый год заехать на какие-то новые постановки, на новые какие-то спектакли к Наталье Валерьевне Примак в школу искусств «Классика», где есть театральная студия «Дебют». Ребята там очаровательно, замечательно. Я знаю, что многие пытаются поступать в театральный институт, и обязательно кому-то это удастся. Только самим ребятам очень надо этого хотеть. И порадоваться вместе с ними, что они делают. И, конечно, пообщаться с Натальей Валерьевной, с которой мы все время на связи. И, конечно, всегда узнаем, что новенького у друг друга. Потому что именно этот человек привил меня такую любовь к театру. А именно такое отношение высокое на «Вы», я отношусь к театру до сих пор, это благодаря тому, что она в нас вложила в эти школьные годы. Если повернуть все сначала, я, наверное, бы стала актрисой. Но мне очень нравятся многие другие профессии. Я с годами понимаю, что жизнь, она очень интересная. Я смотрю сейчас на молодых актеров, они еще больше в жизни успевают. И театром заниматься, и в кино сниматься. У них какие-то есть свои увлечения, даже не обязательно близкие к театральному какому-то делу. Я считаю, что очень много можно еще по жизни делать интересного. Поэтому мне очень нравится и преподавание, которое никак не ворвется в мою жизнь, потому что мне пока не хватает времени. Но, может быть, когда-то я дозрею и пойду все-таки немножечко чего-нибудь расскажу, что я знаю об этой профессии, если, конечно, это будет кому-то нужно. Но хотя меня очень много уже предлагали преподавать в институте, но я еще пока к этому не готова. Несмотря на плотный график, наша героиня находит время, чтобы заняться собой. Она в отличной форме и сдавать свои позиции не намерена. Занимается спортом, любит гулять по улочкам Москвы. Кстати, совсем недавно она получила награду от мэра столицы. Актриса занимает активную жизненную позицию, участвует в благотворительных акциях и проектах. Ольга не могла пропустить главное событие года. У нее есть паспорт болельщика. И уже через несколько дней она отправится на трибуны, чтобы увидеть настоящий футбол. Да, хотя говорят, что с годами время летит быстрее, но все равно нашу жизнь мы сочиняем сами. Она у нас в голове. Хотим, такие графики сделаем. И будем не успевать с поезда на самолет. Поэтому, да, вот сейчас чуть-чуть как-то перед маленьким юбилейчиком время уплотнилось, но оно как-то уплотнилось даже от меня независимое. И так как-то сложились спектакли в театре, антрепризные, приглашения на фестивали, на какие-то творческие вечера. Путешествуя по городам, я иногда... Мне дарят книжки этих городов. Я их открываю, думаю, боже мой, какие красивые картинки. Какие-то там кусты красивые цветут. А на самом деле иногда провинциальные наши чудные городишки совершенно не так выглядят, как вот на этих фотографиях. Очень много заселия, конечно, хрущевских пятиэтажек. Что-то, видно, недоделано, что-то за забором спрятано. И вот мне никогда не совпадало, что в книжке и вот то, что я видела в городе. И всегда мечтала, чтобы эти совпадали картинки. Я сейчас хочу сказать о нашей Москве. Испытываю какое-то сейчас действительно радостное потрясение и восторг от того, что вот я еду и вижу, что вот какие... Вот Москва наша сейчас в таком просто каком-то своем взлете роскошном, когда вот даже открыть журнал, может быть, даже сфотографированная Москва будет менее красиво, чем она. Вот я вижу ее глазами. То есть она действительно удивительно сейчас похорошела. Она такая, как сказать, изысканная какая-то для меня уже стала. Помимо просто убранной, вот, в какие-то есть места, где вот я никогда не видела в других городах как-то вот как сочинены те или иные, может быть, даже вазы, какие-то наши улочки и так далее. Ну, а что можно сказать про чемпионат мира? Я сама болельщик. У меня есть паспорт болельщика. Я сама поеду на футбол в Сочи. Я буду на полуфинале, дай Бог здоровья, в Петербурге. И тоже очень рада этому событию. Может быть, я не такой фанат, 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 но я фанат, фанат того, что я знаю, что это все останется в моей стране, любимой, что это останется нашим детям вообще, кто занимается спортом, что такие красивые. Я была и в Ростове, я была в Екатеринбурге, я была во многих городах, где будет чемпионат, и я вижу, какие сделаны стадионы. И очень рада, что это останется все в России, и эта красота достанется нашим детям. Ольга Прокофьева – заслуженная артистка России, ведущая актриса театра имени Маяковского, любящая мама и прекрасная дочь. У нее много планов и идей на будущее, и все они обязательно будут реализованы. Я хочу, как сказать, все время идти к нему. Но именно вот, что там в конце именно счастье, а не какая-то другая дорожка, на которой можно заблудиться. Поэтому вот само ощущение, что ты куда-то двигаешься, к чему-то хорошему, оно даже интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова